К Земле приближается потенциально опасный астероид, который пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты в пятницу 25 октября. Он принадлежит к семейству потенциально опасных астероидов, но при данном сближении ничего опасного для землян нет. На самом деле, где-то в районе 25-26 октября, то есть в конце этой недели, он пройдет на минимальном расстоянии от Земли примерно 6 миллионов километров. Это достаточно далеко, примерно 16 расстояний от Земли до Луны. До сих пор никто из ученых не может точно сказать, как поведет себя тот или иной астероид при каждом следующем сближении с Землей, приблизиться к ней или отдалиться от нее. Все дело в том, что астероиды, сближаясь с такими крупными телами, как Луна и Земля, из-за гравитационного взаимодействия с ними могут менять свою траекторию. При прохождении близи Земли и Луны из-за гравитационного притяжения больших тел со временем траектория астероида может измениться. И, скажем, в следующие свои прохождения через несколько лет, через несколько десятков лет он уже может пройти ближе, чем 6 миллионов километров. А когда-то в обозримом будущем приблизиться на очень там, еще более близкое расстояние. При помощи уникального российско-турецкого телескопа РТТ-150 ученые Казанского федерального университета могут отслеживать и изучать изменения траектории астероидов. Такую работу мы на нашем полутораметровом телескопе ведем. То есть у нас есть группа потенциально опасных астероидов, у которых мы отслеживаем траекторию их движения. И не просто траекторию их движения. Для того, чтобы рассчитать траекторию, надо знать их массу. А для того, чтобы знать их массу, нужно знать, из чего состоит астероид, то есть каменный, он железный или углистый ханри. Вот возможности нашего телескопа полутораметрового позволяют выполнять не просто наблюдение, по какому пути идет телескоп на небе, но также определять его блеск, получать спектр астероида и примерно оценивать, из чего он состоит. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универ-Ньюс.